Доброе утро, Даша, Антон. Директора не вижу, но ему тоже заочное доброе утро. Ну, тогда и не заочное. С чего мы начнем наш военный обзор, Антон? Начнем мы его, предлагаю начать с Украины. Появилась информация о том, что Северная Корея может поставить Путину не только оружие, но и прямо солдат. Насколько вы считаете такие сообщения в соответствующем действительности? И если да, то какое количество солдат может Северная Корея поставить России? Я не исключаю, что такое может произойти. Идти к подобного рода практикам корейцы прибегали, в общем-то, и в давние времена. Что там говорить, их самих в свое время спасли китайцы, совершив масштабную интервенцию. Это еще во время Корейской войны. Кстати, корейские военные участвовали в боевых действиях на Ближнем Востоке, в том числе против Израиля. Даже есть эпизод, когда в 70-е годы, когда израильский истребитель сбил северокорейский. Но это давным-давно минувшие времена. Я просто хочу проиллюстрировать, что сама по себе такая ситуация для них не табу. Ну а Северная Корея страна особенная. Владелец этой страны, в общем-то, способен совершить все, что ему заблагорассудится. И практики, которые там имеют место, отличаются от других государств. Я предположу, что в свете нынешних отношений между Кореей и Россией, Северной Кореей и Россией, когда стороны очень взаимовыгодно обмениваются вооружением, продовольствием, нефтепродуктами, вероятно, и другими военными технологиями. Я имею в виду же стороны России поставку и заключен между ними. Это тоже очень важно отметить. Такой вот договор о стратегическом сотрудничестве совершенно особенный. Исключить подобного рода действий я не могу. Хотя, как предположу, чтобы такое произошло, Ким должен получить что-то уже очень существенное. То есть, то ли в денежном эквиваленте, то ли в другом. Появление небольшого количества корейских военных на фронте, причем в качестве непосредственных участников боевых действий, это бы даже в свете всей этой истории и понимания не было бы даже великой сенсации. Другое дело, что небольшое количество не может на фронте сыграть какую-то существенную роль. И понятно, что у чужестранных военных, не имеющих боевого опыта, с, мягко говоря, сомнительной мотивацией, не понимающих язык, за что они воюют и так далее, есть свои минусы в присутствии на фронте. Но исключать этого нельзя. Лишь бы, если Ким почувствует, что он получит за это слишком много, а России такое понадобится, он пойдет на этот шаг. Насчет, понадобится ли России, когда мы видим, что Россия набирает, в том числе и сталкиваясь с разного рода мини-международными проблемами третьесортных наемников из разных стран третьего мира. И вплоть до того дошло дело, что с индусами даже был определенный конфликт, не с индусами, с правительством Индии, требовало МОДИ даже вернуть его граждан назад в Индию. В общем, могут захотеть северокорейцев на фронте, и могут северокорейцы на фронт попасть. В таком виде, в виде рабочих, их уже не раз отдавали аренду, в том числе и в Россию. Так что все возможно в данном случае. Есть часто повторяющаяся мысль, что Ким до последнего будет сопротивляться отправке своих военных на фронт. Мол, ракеты, пожалуйста, снаряды, пожалуйста. А вот людей не хотелось бы. Просто потому, что эти люди увидят, как другие люди живут. И даже Россия, например, может... Да что они там в этом окопе увидят-то? И даже окоп может показаться им территорией свободы. В чате добавляют, что не сбегут ли эти корейцы. Ведь такая возможность. Как вы думаете, это опасность для Кима или нет? Чем больше посылаешь людей на разного рода сомнительные мероприятия, еще я мягко говорю, сомнительные мероприятия за рубеж, то тем больше шансов, что кто-то чего-то наберется, кто-то куда-то уедет и дезертирует. Такие риски у северокорейцев были всегда. Но я напомню, что они массово, может быть, для тех, кто не знает, в той же России работают. Их иностранные рабочие, и северокорейские в больших количествах и сейчас, и все последние годы работали в России по такому же принципу. Вот, пожалуйста, они увидели, как живут в России в мирное время. Однако это не очень пугало Кима. Ну и не считая того, что есть моменты, связанные с тем, что семьи в заложниках находятся и так далее. В общем, схема эта работала, и не только в России эти люди трудились. Но уж военные, когда мы говорим о небольших количествах, то военные это могут быть наиболее идеологически обработанные. Это, опять-таки, заложники дома, но большое количество посылать в любом случае может быть накладно во всех отношениях. Во-первых, с военной точки зрения мне сложно понять, как с большим количеством можно собладать. Во-вторых, да, чем больше ты посылаешься, тем больше шансов, что произойдут какие-то эксцессы. Это один из минусов, которые взвешиваются при такого рода, пока гипотетическом, но очень сомнительном мероприятии. Это опять подтверждает мои тезисы о том, что чем хуже, тем лучше. Пусть пришлет сюда миллион северокорейцев, они возьмут автомат руки, расстреляют этих же тех, кто их туда пригнал, потому что хотят свободы, и наступит мир во всем мире. Фантазер, я тебя называла. Давид, если все-таки серьезно попробовать оценить в штуках, сколько это может быть голов? Я думаю, я все же склонен считать, что в больших количествах здесь не может идти речь. Но, во-первых, это уж больно серьезная услуга, во-вторых, не так все же люди лишние, да не лишние. Проблематика самая разная – социальная, политическая, экономическая. И потом все же это совершенно чужие люди для этого фронта и для России. Они не понимают языка, тут нужна и координация, нужно решить множество проблем. Поэтому теоретически, конечно, можно рассуждать о десятках тысяч, но мне это выглядело бы маловероятным. То есть я думаю, что речь могла бы идти о небольших количествах, совершенно небольших количествах, а уж точно для начала. То есть, допустим, сотен, а потом посмотреть, как пойдет и что из этого выйдет. Это и так такой кардинальный, очень необычный шаг даже для Кима, чтобы сразу бросаться в омут. Но это мои рассуждения. Какова логика у подобного человека, и какова логика у тех, кто пользуется его услугами, и рассуждать сложнее. Но я еще раз так вот, подводя итоги, я бы предположил, что если это произойдет, начнут с каких-то небольших очень количеств, посмотреть, увидеть, а там иди знать. Украинские военные получили первые истребители М-16 от Нидерландов. Об этом рассказал глава Министерства обороны страны всего. Нидерланды планируют отправить Украину 24 истребителя. Давид, в связи с этим вопрос. Известно ли нам, хотя бы примерно, сколько всего М-16 уже в Украине на боевом посту, и насколько они эффективно показали себя? Есть какой-то практический смысл, перелом, серьезные изменения на фронте благодаря именно истребителям? Перелома на фронте благодаря истребителям М-16, безусловно, нет. Однако есть, я бы сказал так, есть такой перелом во многом символический, с получением Ф-16 Украина начала на практике реально строить, ну, можно и разные элементы этого строительства были и до этого, но это был качественно новый шаг во всем, что касается строительства воздушных сил западного типа. Путь на этот, путь этот еще очень долг и сложен, и даже сотня Ф-16, это не значит, что у Украины уже есть такие силы или будут, потому что воздушные силы западного типа — это целый механизм, сложнейший механизм, состоящий из самых разных компонентов, и одним из важнейших которых является истребитель. И причем я имею в виду не только технику, куда входят, например, и самолеты-заправщики, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые только обещаны шведами. Это и многогранный опыт как летного персонала, так и наземного. Это различные системы вооружения, сложнейшие это тактики, и все это должно слаженно работать, все это многие миллиарды, колоссальные ресурсы и долгое время. И на этом пути сделан важнейший шаг. И кроме этого важнейшего шага, естественно, есть и некие точечные успехи, которые уже достигли Ф-16, и которых будет больше со временем, с накоплением опыта и с накоплением количества. Насколько можно судить, украинцы получили, опять-таки, это противоречивые данные из открытых источников. Украинцы по понятным причинам сразу тоже не говорили, сколько у них Ф-16, сколько им передано, и не говорят в процессе, сколько уже поступило. Но вроде бы, если так вот суммировать с международные источники, то первая партия была из шести самолетов. Мы знаем, что один был потерян, как минимум. Ну и, возможно, поступило еще несколько. А в любом случае, все упирается там в количество пилотов уже боеготовых на данный момент и персонал. Если по персоналу мы точно не можем знать, сколько персонала наземного готово, и мы можем только понимать, что эти люди не обладают богатым опытом работы на Ф-16, даже если у них был богатый опыт на других самолетах. С пилотами, благодаря открытой информации, мы понимаем, что их десяток, другой, третий — это все, что успевают и могли бы успеть до года обучить, до конца календарного года. Самолетов же должно быть меньше, значительно меньше, чем пилотов, поэтому иначе они простаивают, просто являются мишенью. Так что самолетов немного. Я сомневаюсь, что прямо сейчас есть двузначная цифра. Если есть, то это уже вероятно, то вряд ли с первой цифрой больше двух. И это больше двух — это очень оптимистичный был прогноз. Самолеты отличились, насколько можно судить по отрывочным сведениям, в ударах, в охоте за шахедами и крылатыми ракетами. Проявились все с лучшей стороны. Но все, что касается других миссий, всему свое время их необходимо освоить, необходимый риск, необходимый минимальный. И мы в любом случае об этом ничего особого не знаем, было ли, не было, украинцы держат это в тайне. И еще раз мы хотим вернуться к Дискорду. До этого мы обсуждали уже то, что Роскомнадзор заблокировал Дискорд в России. И в том числе появились сообщения о том, что им пользовались и российские военные. И не только российские, и украинские. Но украинских-то это не коснется? Ну да, но в основном говорят о том, что Дискорд был такой площадкой для тех, кто управлял беспилотными летательными аппаратами. Насколько это соответствует действительности по-вашему? Вот тот самый случай, когда мне сложно ответить на этот вопрос. Даже когда есть разного рода слухи и сообщения, это стоит принимать, очень воспринимать, стоит осторожно и управлять беспилотными летательными аппаратами. Что я могу сказать? Если бы речь шла об армии, где действуют, ну скажем так, действуют настоящие меры безопасности информационной, то такого рода возможностями бы не пользовались. Но с другой стороны, когда бы иных возможностей нет, то частенько пренебрегают разного рода мерами безопасности и осторожностью, в том числе и рискуют быть вскрытыми вражеской разведкой и так далее, и так далее, ради того, чтобы здесь и сейчас добиться определенных успехов и действовать с определенным комфортом. Но тут это просто, нужно знать внутреннюю кухню и понимать многие вещи, которые так вот просто недоступны. Мне сложно что-то добавить, кроме вот этих общих фраз, что пользуются всем, чем удобно, иногда вопреки, иногда это противнику дает очень немало возможностей для обнаружения. Ну а результаты, результаты, если эти возможности реализуются, то и результаты соответствующие. А с другой стороны пока нет, то это помогает работе, это слишком общее, но добавить сложно что-то. Тогда предлагаю развернуться и перейти ко второй войне, к войне Израиля с Хазбалой и не только с Хазбалой. Но начнем с нее. Цахал сообщил, что убил в Бейруте главу штаб-квартиры Хазбалой Сухейла, Хусыни, Хусыни. Можете вкратце рассказать, кто это и насколько это значимое достижение? Кроме того, появляются слухи о том, что убит не только преемник Насролы, но и преемник преемника. Насколько эти слухи могут быть подтверждены? Честно говоря, я даже имени его запомнить не успела, а он как будто бы и ликвидирован. Но может и нет. Тут давайте тогда начнем с последнего. Это пример министра Нетаньяву. Вчера в выступлении, в своем обращении он решил обратиться к ливанскому народу на английском языке по поводу Хизбаллы, какую роль она играет в судьбе этого народа. И в том числе он фактически стал первым официальным лицом израильским, который сказал утвердительно, что преемник Хизбаллы, это Хашин Сапфи-1, еще 4 октября был уничтожен во время удара, напоминавшего тот враг в результате которого уничтожили Насролу. То есть Хашин Сапфи-1 не был формально избран, это очень важно, преемником Насралы. Он был почти стопроцентным прецедентом на то, что его изберут, а по факту он был человеком номер два, причем десятилетиями при жизни Насралы. Это таким премьером при президенте, только премьером, обладающим существенными полномочиями на ежедневной основе. Так вот он был ликвидирован, но стопроцентной именно гарантии формальной армия еще не дала на момент нашего с вами разговора, но несмотря на это министр обороны высказался в том духе, что скорее всего ликвидирован. Обычно министр обороны любой Израиля не будет говорить, если он не уверен почти на 100%, а премьер высказался в стопроцентном режиме. Значит, с ним находилось немало разного рода командиров, разных звеньев, и в том числе возможно, но тут не назывались фамилии, кто-то, кто мог претендовать еще в дальнейшем на избрание преемников. То есть, а может быть, это не Таньягу просто сказал для красного словца, хотя даже если в этом случае немалая доля истины есть. По всей видимости, Хашем Сапфиаддин ликвидирован, и это очень и очень значимый успех. После насралы успехи выглядят несколько меньше, такого рода затмеваются, но тем не менее, это весомое достижение. По поводу вопроса Антона был ликвидирован один из высокопоставленных командиров, который как раз вот совсем, в отличие с Сапфиаддина, мало знаком или вообще незнаком публике. Речь идет о военном командире высокого звена, даже должность которого довольно сложно перевести, ее не очень правильно сформулировали изначально в нашей пресс-службе. Но этот человек в заметной степени ответственный за логистику, за разного рода военное производство в штабе Хизбалы начальник вот этого, назовем это так, военно-производственного и контрабандного, контрабандного в плане перевозки иранского оружия департамента. Это в общих чертах. Плюс у него накопленный богатый опыт, и он, что важно, несмотря на немного такое непонятное звание, он был членом Совета Джихада. Это узкая группа высшего руководства, высшего военного руководства Хизбалы. Так вот, он был уничтожен, еще энное количество людей, почти на каждой ежедневной основе удается ликвидировать кого-то из таких вот командиров довольно высокого ранга. И несмотря на то, что это не очень громкие имена, это играет большую роль в войне, именно вот этот вот системный подход, когда группировка в заметной степени, в заметной, не в полной степени, а безглавлена. То есть высшим руководством у нее проблемы, оно, по сути, отсутствует, и некому принимать глобальные решения, ну, почти некому. Ну, а что касается вот этих командных цепочек, то они разрушаются, и это непосредственно влияет на ход войны. От поставок оружия из Ирана и заканчивая масштабами и точностью ракетных обстрелов. Департамент контрабанды возглавить не хотите ли? Ты знаешь, как-то не хочется. Тем не менее, есть еще один вопрос. Состоялась самая масштабная атака Ливана, атака Хизбаллы с юга Ливана по Израилю, и в этот раз Хайфа стала таким центром этой атаки, около ста ракет было выпущено по ней. И это напоминает мне о том, что еще с масштабной атаки Ирана по Израилю мы ожидаем какого-то серьезного ответа. И его пока как будто бы нет. С чем вы это связываете? Пару слов о самой атаке Хизбаллы. Да, это атака особенно примечательна тем, что Хайфа, мегаполис Хайфа. Хайфа это настоящий израильский мегаполис, подверглась удару вот такого количества ракет. Большая часть была сбита, но кое-что попало, кое-что взорвалось на открытой местности. До тех пор именно на Хайфу столько ежедневно не приходилось. Но в целом Хизбалла выпускает по 200-300 ракет в основном по северу Израиля, самую чуточку по центру. И это примерно те нормы, к которым мы привыкли в последние дни, однако это на порядок и более, и раз в 20 меньше, чем то, что, ну на порядок, скажем так, в буквальном смысле, меньше, чем то, чего опасались в случае большой военной Хизбаллы. И сегодня в результате тех ударов, которые нанесены, во-первых, существенно просели ее возможности, она в заметной степени не может, а кое-чего не хочет, потому что опасается еще худших последствий. И это очень показательно, как это не звучит странно, и вчера в таком духе выразился министр обороны Израиля, что сегодняшние возможности Хизбаллы, я говорю, тьфу-тьфу-тьфу, постучать по дереву, которые она демонстрирует по ракетам, близки к тому, что и даже где-то хуже, чем то, что демонстрировал Хамас в начале этой войны, что никто даже и предположить не мог в случае северного сценария. Касательно израильского ответа, это вопрос на триллион долларов, ответ будет, и он будет, скорее всего, в ближайшее время. Почему с ним задержались? Тут несколько причин есть. Во-первых, речь идет о решении стратегической важности, буквально, может быть, даже исторической. Представьте себе, что израильское руководство, я не говорю, что так будет, решило уничтожить иранские объекты ядерной программы, нанести удар по иранским ядерным объектам. То, о чем говорили десятки лет, и вдруг оно может случиться. Это подразумевает масштабную войну с Ираном, множество важнейших последствий для Израиля, для региона, для мира, и решиться на такой шаг это непросто. То есть, можно ради такого шага, если о нем думают, то можно подумать хотя бы несколько дней. Но это я лишь один пример привез. Есть, на самом деле, другие причины, более прикладного характера. Например, если решились на некую атаку, довольно масштабную, желательно к ней подготовиться и потренироваться еще лишних несколько дней. Максимально важно добиться определенных договоренностей Соединенных Штатов. Ну, скажем так, не договоренностей, но как минимум координации. Американцы очень сильно давят, требуют, чтобы то не трогали, это не трогали. Ходят слухи, что они даже предлагают какие-то преференции, в том числе, какие-то поставки тех или иных вооружений и дополнительную крышу в международных структурах, лишь бы Израиль не трогал объекты АБИЦ. То есть, прийти к консенсусу, здесь, видимо, не будет возможности. И вроде бы сегодня, кстати, если все получится, министр обороны, там тоже уже специфические израильские проблемы, должен полететь в Вашингтон. Так вот, координация с американцами, подготовка с точки зрения военной и определенные колебания, которые тоже возможны, может то, может это, плюс есть кое-какие иные приоритеты в Ливане. Ответ приближается. Долго, долго, ожидания долгого здесь быть не может. Хотя, как говорил когда-то покойный Хасан Насрала, иранские официальные лица, когда сионисты ожидают нашей мести, это уже само по себе часть нашей мести. Пусть посидят в напряжении, потратятся, поотменяют рейсы и так далее. Возможно, чуть-чуть сегодня это бумерангом к Ирану возвращается подобный подход. В чате спрашивают у нас. Николай спрашивает. А может Давид пояснить, это я цитирую из чата, а что делает армия Ливана официальная? Она есть вообще? Она против Хизбаллы или за нее? О, армия Ливана это целая история. Я даже надеюсь опубликовать у себя такая самая реклама в видеоматериал про эту совершенно особенную в мире армию. Когда появится этот материал? Это 73 тысячи человек. Это даже энное количество танков старых и, в общем-то, немало оружия. Она находится на иждивении западных стран, потому что они ошибочные, в частности, американцев считают ее неким противовесом Хизбалле. И вот это главная ошибка. Противовесом Хизбалле она близко не является. Она не мешает Хизбалле вообще действовать. И вообще почти ничего не вмешивается, кроме тех случаев, когда ей протестоят мелкие террористические организации джихадистского типа наподобие Аль-Каиды или какие-то ячейки исламского государства. Ливанская армия даже присутствует на границе с Израилем кое-где. Кое-где она отступила на 5 километров. Кстати, в ходе обменов ударами пару ливанских ливанских солдат погибло. То есть по ходу этой войны. Ливанская армия это слепок искусственного и странного ливанского государства. Те, кто интересуются интригами совершенно особенной истории, причем как военной, так и этнической, религиозной, всем рекомендую почитать об истории Ливана, и в том числе о гражданской войне в этой стране. Ливанская армия это представители разных конфессий, где одни не пойдут против других, где армия не решится действовать против представителей одной из сильных конфессий. Скорее всего армия, которая в случае гражданской войны вполне может разбежаться, причем шииты с оружием в руках могут уйти из Бале, кто-то в другое место. В общем, это абсолютно неэффективный инструмент, который является вот такой вот надеждой американцев и французов, и кстати, к сожалению, передавших им даже немало довольно опасного оружия. Против Израиля случалось, что она обращала свое оружие, но не очень интенсивно и эпизодически. Нельзя исключать, что в случае дальнейшего продолжения наступления израильского вглубь Ливана, наступление потихоньку продолжается и развивается, найдутся части, например, состоящие из шиитов или отдельные солдаты или еще кто-то, кто это оружие обратит против Израиля. Такое тоже не исключается, это одна из претензий Израиля тем, кто поставляет оружие ливанской армии, которая Хизбалле помешать не хочет и не может, но зато вот такой противовес. Кстати, в рамках фиктивных договоров, которые предлагают Израилю в качестве урегулирования ситуации, предлагается в очередной раз, значит, что будет профинансирована и усилена ливанская армия, чтобы она усилила патрулирование на юге. Но, как мы неоднократно видели, дело не в том, сколько ливанских солдат находится на юге 5 или 15 тысяч или 20 в их мотивации и в их возможностях. Мотивация и возможности действовать против Хизбаллы, но, скажем так, в первую очередь, мотивация отсутствует напрочь. Не только против действовать, а наводить порядок вообще. И так оно было уже десятки лет, за редкими исключениями. Нет причин сомневаться, что так оно и продолжит быть дальше. А все-таки про возможность, про мотивацию понял? Про возможности отдельно. 73 тысячи человек ливанская армия. А Хизбалла это сколько тысяч человек? Дело в том, это вот если так считать количествами, то может показаться, что чуть ли не на равных, а в чем-то имеют преимущество. Проблема в том, что, ну, во-первых, у Хизбаллы до начала войны, сейчас их чуть-чуть уменьшилось, было 40 тысяч боевиков первой линии, 20 тысяч резервов и 20 тысяч регуляров. Может, чуть больше, но примерно на такие порядки. И еще десятки тысяч, скажем так, слабого уровня второй линии. Ну, правда, если у Хизбаллы союзники, например, движение Амаль, 15-17 тысяч штыков, там из них две тысячи первой линии, так вот, вроде бы цифры сопоставимы. Проблема в том, В целом, профессиональная армия могла бы справиться, да, если бы имена возможности. Профессиональная армия как единица, как формирование могла бы воевать, могла бы справиться и очень серьезным фактором быть. Ну, а эти не являются фактором из-за отсутствия мотивации и, кроме всего прочего, не только мотивации. Более половины из этих 73 тысяч шииты, и если вообще речь странит о том, что пойдет в Ливане гражданская война, кто с кем воевать, они еще перейдут на сторону Хизбаллы, или большая их часть, по крайней мере, перейдет на сторону Хизбаллы с оружием в руках, поставленных американцами. Это один из сценариев в случае гражданской войны в Ливане и попытки обуздать Хизбаллу. А те, кто воевать не захочет, причем неважно, шиит, или христианин, аронит, или еще кто-то другой, ну, так просто разбегутся по своим домам или будут сидеть в казармах и наблюдать за происходящим, как сегодня наблюдают за боями между израильской армией Хизбаллы. Спасибо большое за комментарий. Очень интересно, Николай пишет, что будет ждать отдельного видео или отдельного поста по этому поводу. Николай, чтобы вам лучше ждалось, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Давида, да и не только, Николай, все, подпишитесь на YouTube-канал Давида Шарпа, военного эксперта. Ну, а мы благодарим за это подключение и за эту рубрику на два фронта. Это был Давид Шарп, военный эксперт. До свидания, Давид. До свидания, огромное спасибо и всего наилучшего.